Девушки отдыхают Начнем знакомить вас с традиционной йогой. Йога – это древнейшая система знаний, которая ведет нас от простого, от своего физического тела к более тонким и сложным вещам – к душе, к духу. Занятия йогой безопасны для любого человека и подходят независимо от возраста, физической подготовки любому. Если занятия проходят под руководством опытного преподавателя по хорошей системе, они не принесут вам вреда, а принесут только пользы. Занятия йогой улучшают состояние здоровья, снимают напряжение, улучшают деятельность нервной системы, снимают стрессы. Они помогают в нашей повседневной жизни, в наше напряженное, сложное время. Мы познакомим вас с начальным курсом. Когда вы начнете выполнять позы вместе с нами, у вас многое не будет получаться. Не нужно расстраиваться. Не переживайте, а наблюдайте свой рост, свое состояние в течение занятий. И вы заметите, как через несколько дней ваша спина перестанет болеть. Вы начнете гнуться так, как никогда раньше не гнулись. И вы увидите, насколько умное наше тело и насколько упражнения помогают нам жить. Сейчас мы познакомим вас с самыми основными первыми позами начального курса. Большую часть времени мы стоим или ходим на ногах, и поэтому важно научиться делать это максимально правильно и хорошо. Первая поза – тадасана. Все позы йоги называются на древнем санскрите, и все они переводятся. Тада переводится как гора – поза горы. Нужно встать ровно, соединить вместе внутренние части стоп, вытянуть весь позвоночник, вытянуть всю спину, выпрямить локти и смотреть прямо перед собой в одну точку. Важно все внимание перенести вовнутрь, на свои ощущения, на наблюдение за своим собственным телом. Чтобы создать хорошее удлинение в тадасане и хорошую устойчивость, нужно удлинять ноги. Для этого отталкивайтесь стопами от пола, поднимайте вверх коленные чашечки, постарайтесь выровнять давление правой и левой стопы в пол и стойте ровно, не качаясь. Дышите спокойно. Следующая поза выполняется из позы тадасана. Скрестите все пальцы рук прямо перед собой, со вдохом поднимите руки вверх, выпрямите локти, пальцы рук, подберите все в одну плоскость и отталкиваясь стопами растите вверх. Вы, возможно, заметите, что тело начинает удлиняться. Создайте более сильное удлинение, удаляя ладони от стоп. Врикшасана – поза дерева. Дерево растет, дает плоды, если имеет крепкий хороший корень. Наш корень – это наши стопы. Отпустите руки вниз. Теперь нужно поменять перекрест пальцев рук. Вскрестите их так, как вам неудобно. Со вдохом поднимите руки вверх и еще раз, отталкиваясь стопами, поднимайте вверх коленные чашечки, вытягивайте спину, переднюю поверхность тела. Выпрямляйте локти, удлиняйте руки. Старайтесь не напрягать лицо и дыхание сохранять ровным, спокойным. Поза дерева – врикшасана. Отпустите руки. Расслабьтесь в тадасане. Поза дерева очень подходит любому человеку. Она снимает напряжение ног. У многих у нас жесткие стопы, жесткие колени. У кого-то болят тазобедренные суставы. Выполняя эту позу, боли начнут уходить. Ноги избавятся от напряжений, и это повлияет на нижнюю часть позвоночника. Хорошо вытянутые ноги дают возможность удлиняться нижней части позвоночника. Хорошо вытянутые руки удлиняют верхнюю часть позвоночника и снимают напряжение. Каждую позу мы рекомендуем выполнять по 30 секунд. В одну сторону и в другую сторону. Нужно быть внимательным людям, у которых склонности к повышенному давлению или проблемы сердца. Вытяжение рук может спровоцировать повышение давления. Поэтому при повышенном давлении руки нужно либо держать на талии, либо удлинять, поднимать их вверх, но удерживать их вверху недолго. Люди с проблемами сердца должны обязательно обратиться к преподавателям. Сейчас мы повторим еще раз позу в рикша сана, поза дерева. Встаньте ровно, оттолкнитесь стопами от пола, поднимите вверх коленные чашечки, скрестите пальцы рук прямо перед собой. Со вдохом поднимите руки вверх. Отпустите руки, поменяйте перекрест пальцев рук и еще раз в рикша сана. Поднимите руки, поза дерева. Отпустите руки, расслабьтесь в тадасами. Дыхание нужно восстановить в тадасане, нужно расслабиться, вытянув ноги и руки. Если у вас появляются неприятные ощущения в ногах или в руках во время выполнения позы, не трясите ими по окончанию позы, а встаньте в тадасану, удлинив ноги и руки, и вы быстро почувствуете, что усталость уходит, напряжение уходит. Следующая поза, с которой мы хотим познакомить вас, это поза утхита триконасана. Она переводится как поза вытянутого треугольника. Утхита вытянутый три, триконоугол. Встаньте в тадасан. Согните ноги в коленях. Со вдохом через верх прыжком поставьте ноги, руки поднимите через верх в стороны. Ноги нужно поставить примерно на метр десять друг от друга. И обязательно внешние части стоп параллельно друг другу. Выполните все движения, которые мы выполняли в тадасане. Оттолкнитесь стопами, поднимите вверх колени, удлините спину и руки удлиняйте так, как будто вас растягивают два разных человека. Дышите спокойно, ровно. Поверните стопу левой ноги внутрь на пять градусов. Правую ногу поверните всю наружу на девяносто градусов. Передвиньте правую стопу так, чтобы пятка правой стопы и центр левой стопы находились на одной прямой. Удлиняйте колени, поднимая их вверх. Сделайте вдох. На выдохе наклонитесь вправо. Крепкой правой рукой захватите правую лодыжку. Поднимите левую руку вверх, ладонь вперед. Поверните голову и смотрите на левую руку. Удлиняйте ноги, отталкиваясь стопами от пола. Поднимайте коленные чашечки вверх. И первый треугольник, который делают ноги, будет удлиняться. Держите руки крепкими. Вытягивайте позвоночник от самого основания к макушке головы. И второй треугольник, нога, правая рука и туловище также будет расти. Несколько спокойных дыханий. И со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Проверьте на одной ли линии ваши стопы. Успокойте дыхание. Поверните правую стопу внутрь на градусов 5. Левую ногу всю разверните наружу на 90 градусов. Поставьте стопы на одну линию. Сделайте вдох. И на выдохе наклонитесь влево. Крепкой левой рукой захватите левую лодыжку. Правую руку поднимите вверх, ладонь вперед. И повторите все движения влево. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Прыжком поставьте стопы вместе. Тадасана. Вытянитесь и расслабьтесь. Поза вытянутого треугольника особенно влияет на наши конечности на руки и ноги. Уходят боли в стопах. Уходят боли с коленей, с тазобедренных суставов. Эта поза улучшает работу органов пищеварения. Эта поза улучшает деятельность сердца. Растягивая руками грудную клетку, мы делаем прекрасный массаж сердцу и нашим легким. Эта поза развивает силы, выносливость. Помогает справиться со стрессами и с напряжением. Сейчас мы второй раз выполним утхита триканасану. Встаньте в тадасану. Согните ноги в коленях. Со вдохом прыжком поставьте ноги примерно на метр десять. Расстояние между стопами, конечно, зависит от роста. Чем выше рост, тем шире должны стоять ноги. Определяйте расстояние так. Нужно провести перпендикуляры от ладони к стопам. Вот это ваше расстояние. Поверните левую стопу внутрь, стараясь не разворачивать туловище со стопой. Правую ногу всю поверните наружу на 90 градусов. Всю ногу повернуть наружу – это значит развернуть ее от основания, от паха. Колени поднимите вверх. Если колени наши не поднимаются, то поза не даст эффекта, которого мы ожидаем от нее. Сделайте вдох и с выдохом еще раз утхита триконасана. Оставайтесь в позе секунд 30. Если вам тяжело удерживать это время, выходите раньше. И через несколько занятий вы почувствуете, что можете увеличить время. Не перенапрягайте себя, выполняя позы. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. И выполните позу влево. Правую стопу внутрь. Всю левую ногу наружу. Вдох. С выдохом – утхита триконасана. Поднимитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Прыжком поставьте ноги вместе. Поза закончена. И отдохните, восстановите силы в тадасане. Мы все хотим с вами быть красивыми, хотим быть здоровыми. Вы сейчас выполняли позу Утхита Триконасана и, наверное, заметили, как интенсивно вытягивались ноги. Выполнение Утхита Триконасана регулярно снимает лишний жир с бедер, делает ноги стройными, длинными, ровными. Следующая поза – это поза лежа. Мы ее назовем упрощенно поза ветра. Нужно лечь на спину. Оттолкнитесь пятками от пола. И так же, как в позах стоя, удлините ноги. Колени сделайте крепкими, стараясь пережать всю заднюю поверхность ног к полу. Скрестите большие пальцы рук за головой. Положите руки всей длиной на пол. Локти, предплечья, плечи должны максимально приблизиться к полу. И растяните себя ногами вперед, руками назад. Поменяйте перекрест пальцев рук. Еще раз удлините все ваше тело. Сохраняйте лицо мягким, дыхание спокойно. Отпустите руки вниз. Согните правую ногу в колени. Скрестите все пальцы рук на середине правой голени. И расслабьте правую ногу. Все внимание нужно сохранить и оставить в левой ноге. Продолжайте ее удлинять. Продолжайте отпускать заднюю часть колена, бедра к полу. Расслабьте живот. Расслабьте грудную клетку, шею и горло. И оставайтесь так какое-то время. Это поза ветра. Она улучшает воздухообмен в организме. И позволяет вывести вредные токсины, которые скапливаются у нас между мышцами и костями, внутри суставов. Отпустите правую ногу. Еще раз удлините обе ноги. Оттолкнитесь пятками. Отпустите заднюю часть ног к полу. Согните левую ногу в колени. И скрестив все пальцы рук на середине левой голени, расслабляйте левую ногу, продолжая удлинять правую. Эта поза прекрасно снимает напряжение поясницы, напряжение шеи. Если у вас болит спина, вы можете выполнять эту позу. Она безопасна для здоровья. И очень эффективна при различных недомоганиях. Отпустите обе ноги, вытяните их. Согните обе ноги в коленях и захватите голени обеих ног, скрестив пальцы рук. Расслабьте спину. Расслабьте живот. Постарайтесь не поднимать плечи в сторону головы, а наоборот их направляйте в сторону противоположную, от головы. И вы почувствуете, как удлиняется шея. Отпускайте вниз плечи, плечевые суставы, а лопатки попробуйте поднимать вверх. И тогда вы почувствуете расширение грудной клетки спереди. Это улучшает наше настроение. Это дает отдых сердцу. Отпустите ноги, вытяните стопы, пятки от себя. Отпустите ноги, расслабьтесь. Поза закончена. Повернитесь на правый бок. Оттолкнитесь левой рукой. Сядьте. Любой комплекс йоги должен быть завершенным. Для того, чтобы занятие принесло ожидаемый эффект. А какой эффект в занятии йоги? Это хорошее настроение. Это хорошее самочувствие. Для хорошего эффекта занятие должно состоять из двух частей. Первая часть – это более активная часть. Например, позы стоя, которые мы сегодня с вами выполняли. И вторая часть – это охлаждающая пассивная часть. То, что мы делали с вами лежа на спине – поза ветра. Любое занятие йогой желательно завершать позой шавасана. Шава переводится как «труп» – поза трупа. Нужно лечь на спину, ничего не делая, расслабиться. Эта поза дает быстрое восстановление сил. За 5-10 минут хорошей шавасаны можно восстановиться так, как за несколько часов сна. Она достаточно сложна, потому что когда мы начинаем расслабляться, мы начинаем понимать, что отдельные части тела мы совершенно не можем расслабить. Если мы что-то расслабляем, начинаем расслаблять другую часть тела, у нас первая начинает напрягаться. И это очень сложный такой процесс. Но регулярно занимаясь йогой, вы научитесь расслабляться. И научитесь быстро снимать напряжение. Иногда в этой позе люди засыпают. Это не страшно, но это говорит о том, что пока концентрации внимания недостаточно, низка. Идеальная шавасана – это когда мы лежим, когда тело спит, а ум остается активным. Он наблюдает за своим собственным телом. Для выполнения шавасаны мы используем под головой одеяло либо подушку. Мы приподнимаем голову для того, чтобы максимально расслабить заднюю часть шеи, заднюю часть головы. Это дает успокоение нервам, это дает силы, это дает бодрость. Нужно сесть ровно, соединить стопы вместе, вытянуть задние части ног. И затем, скругляя поясницу, лечь на спину. Под голову нужно положить одеяло так, чтобы оно касалось линии плечей. И голова должна не запрокидываться назад, а лежать так, чтобы подбородок был ниже лба. Руки в первые несколько мгновений вы удлиняете, поворачиваете ладони вверх, а затем все части тела нужно уронить и расслабить. Закрывайте глаза. И начинайте расслабление с мышц лица. Затем нужно расслабить заднюю часть головы. Всю голову. Затем расслабьте ноги снизу вверх. Расслабьте спину. Нижнюю часть, среднюю, верхнюю часть спины. Расслабьте переднюю часть тела. Живот, спереди, грудную клетку. Расслабьте себя внутри. Расслабьте все пальцы рук по очереди от больших к мизинцам. Расслабьте ладони, предплечья, локти, плечи. Расслабьте шею сзади, спереди. Расслабьте горло внутри. И расслабьте одновременно все части тела. Расслабьте ноги. Направьте внимание внутрь, к области сердца. И оставайтесь так какое-то время, ничего не меняя. Расслабьте ноги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И побудьте еще какое-то время так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сохраняя все это... Откройте глаза... Поставьте левую руку на пол... Отталкиваясь ею... Сядьте... Сядьте, скрестив ноги... Наше первое занятие подошло к концу... Может быть, кому-то из вас было очень сложно сегодня... Но помните, что регулярные занятия... Быстро дают прогресс... Очень скоро вы заметите, что позы, которые у вас сегодня не получались... Получаются гораздо лучше... Не расстраивайтесь... Не переживайте... Оставайтесь с нами... Занимайтесь йогой... Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok